С бывшими коллегами Вера Татаркова до сих пор делит и горе, и радость. Когда узнала, что ее знакомый голодает из-за того, что больше не пользуется льготами, решила помочь. Не знаю, вот увижу ли, когда он получит. Я же тут прям написала, что это я. Мы с ним долго работали вместе. В марте этого года более 200 горожан из-за неуплаты лишились льгот. Идею, говорят в администрации, им подали лидеры инициативной группы. Протестующие уже провели несколько акций. Митинг, пикет, пешеход в Ростов. Без голодовки тоже не обошлось. Мотивация, в принципе, она непонятна даже. То ли это какие-то амбиции такого отличного характера у некоторых представителей инициативной группы. То есть, носит такой политический оттенок. То ли это хочется пропиарить перед следующим выбором, на следующий год выборов депутаты. Поэтому тут непонятно. Практически каждому неплательщику, а всего их весной насчитывалось 230 человек, представители администрации напоминали о потерях. До многих достучаться все-таки удалось. Ведь стоит только погасить долг, и льготы вновь вступают в силу. Лишать самих себя федеральной льготы оказалось совершенно невыгодно. Большинство людей это поняли и вернули долги. Но 45 человек продолжают настаивать на своем и не платят за общедомовые нужды. Елена Баранникова, Юрий Санкин. Главное новости.